Три, два, один, два! Трайл-ранинг – спортивная дисциплина, подразумевающая бег по свободному рельефу. Организаторы выбрали лесопарк Эдамс-микрорайоном Древлянка в Петрозаводске. Здесь, неподалеку от речки Лососинки, хватает и заросших троп и бурелому. Но в этом состязании они не единственная трудность, с которой предстоит справиться бегунам. Здесь задача такая, что участники забега должны сохранить ленты жизни, которые крепятся им на пояс до конца финиша, ну, сохранить хотя бы одну ленту, чтобы получить медаль. А в лесу их поджидают нечисти разные, кикимора, болотная, русалки, леший, баба-яга, ну и вся их родня. В качестве нечисти у нас ребята-волонтеры, это такие же любители бега, как и мы. Они очень охотно соглашаются. Есть ребята, которые достаточно сильные бегуны, и я не позавидую взрослым участникам. Болотную кикимору часто описывают, как покрытое мхом или шайником безобразное создание, сбивающее с дороги путников. Но местным спортсменам повезло. Кикимор здесь куда дружелюбнее и безобиднее. С некоторыми даже удалось поговорить. Ловить ленточки и пугать всех людей. Ну, вот сколько я себе жизни наловила. Они там, и там еще много, еще побегут взрослые. Трасса непростая, и теряют здесь не только символические жизни. Одна юная бегунья даже оставила среди буреломов ботиночек, который каким-то образом добрался до финиша раньше нее самой. Возможно, не обошлось без колдовства. Просто кляхать была очень слизкая, и ботинок потерялся. Чудеса здесь случаются уже второй год. И все благодаря замыслу и усилиям людей, которые любят спорт и умеют привлечь единомышленников. Не боящиеся мечтать и воплощать задуманное. Концепт этого забега Нина Кузнецова со своими друзьями придумала два года назад, в разгар пандемии. И уже в следующем году был дан первый старт. Организовали мы за счет собственных средств. Далее создали группу ВКонтакте и все распространяли через социальные сети. В прошлом году к нам приезжали из Казани. В этом году из Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленобласти. Ну и ближайшие города Петкеранта сортовала пряжа, поселок. Михаил Платонов, Владимир Волотовский, Служба новостей.